Привет всем! Тема сегодняшней конференции Испанка, COVID-19, штамм, Делта и компьютерные вирусы Новый Орел, Большой Брат, 2021 Политика, психоз масс, вакцинация и глобальный контроль Члены клуба Transatlantic Connections Это специалисты из разных областей науки, техники и бизнеса Поэтому мы решаем самые злободневные вопросы А сегодняшний вопрос Как COVID и пандемия влияют на психику, экономику и на всю жизнь на земле? Но мы не можем обойтись сегодня, не поздравив всех с праздником Independence Day, День независимости Америки Итак, наша встреча Ну хорошо, ребята, я не знаю, вам понравится эта картинка моя или нет Вот Но мне кажется, что она соответствует, эта картинка Ну давайте все-таки начнем с позитива, если вы не против Вы не против с позитива начать? Налить Сейчас, одну секундочку Для того, чтобы начать с хорошего Чтобы начать с хорошего, мы начнем вот так Ассоциация Слух Спасения Америки У меня майка Но у вас, наверное, тоже такие есть, да? Чтобы А вы пока пообщайтесь Пообщайтесь У нас в Москве очень большой всплеск ковида Как у вас? Дельта, Дельта Плюс Да, у нас все падает И падает довольно бодро То есть Но это в основном потому, что по-прежнему продолжается вакцинация И больше людей вакцинированы Соответственно, меньше ковида Так что Вот это вот И по поводу Дельта я сейчас буду говорить то, что я знаю Такое впечатление, что Правильные вакцинации Я говорю не о спутнике, а о правильных вакцинациях Они работают То есть помогают, все есть В общем, можно спастись Да, у нас проблема в том, что Много молодежи стало болеть И повторных очень много Есть уже люди по 2-3 раза переболели Да, да, да Но дело в том, что Подождите, ребята Вы сейчас будете официально Потому что Ну это вы между собой Перекиньтесь Потому что надо будет повторить Да Я удивляюсь Я с ним час назад разговаривал С Сашей Моисеевым Все было нормально Вот так вот В этом мире что-то происходит Вот, в Галинице в Москве Все переполнены Все сказали У кого Любые Любые Гриша, Гриша Все, остановились Все, начинаем Официальную часть Все Начинаем Официальную часть Я всех поздравляю С праздником сегодняшним Как раз я нахожусь В этом городе В котором была подписана Декларация независимости Происходило это всего 245 лет тому назад Я надеюсь Что мы еще поживем И хлеб поживем Но за эти 245 лет На Земле Произошли Очень много разных событий В том числе Войны И Другие страшные события Которые Захлестнули весь мир А не только одну Америку Потому что мы Живем на одной планете В данном случае Гриша находится В Москве Я нахожусь В Пенсильвании А Алекс Савченко Находится В Калифорнии Да И никто из нас Не защищен От вот этого вируса И всех предыдущих вирусов Которые здесь были на Земле Не ну что Я защищен Я иммунизирован Это ты скажешь Хорошо Я не до конца Уверен Что ты полностью защищен Я думаю Что ты как ученый Биолог Доктор наук Понимаешь Что ты не полностью защищен Если ты скажешь правду Положа руки Знаешь куда надо положить Мужик должен положить руки На яйца И сказать правду Вот Гриша тоже доктор наук Других наук И находится в Москве А я нахожусь в Пенсильвании Никто от нас Сто процентов Не защищен А в какой-то степени Да В какой-то степени Да Я считаю Самая большая защита Это наши собственные мозги Это Гриша об этом расскажет Наши мозги Это наша защита Вот как мы будем действовать В ситуации пандемии Какие действия Мы будем принимать На чем мы будем базироваться На каких знаниях Вот с этого мы начинаем И мы начнем с того Что ровно сто лет тому назад Во всем мире Прошла пандемия Которая тогда Называлась Испанка Хотя эта пандемия Началась из Америки Вот я не знаю Что вы знаете Об этом по два слова скажем Просто оттолкнемся Потому что прошло сто лет Да пандемия началась В начале 1918 1918 И закончилась в конце 1920 года Эта пандемия началась В 1919 году И еще не закончилась Может она тоже так закончится Первое Пожалуйста Алекс Савченко Доктор биологических наук И ученый Со степенью В физике Тоже Окей Да Ну Можно говорить о том Что в средние века Была чума Которая унесла Две трети Европы Действительно Была Испанка Сейчас идет Существующая пандемия Я в общем Полностью поддерживаю Сэма Мозги лучшая защита Нужно думать Что ты делаешь Сейчас В отличие от Испанки Есть много способов Защититься Я был впечатлен Увидев Что во время Испанки Люди носили маски И многие Из Тех Кто Сообразили Что можно носить маски И этим спасаться Выжили Так что Рекомендация Пользуйте голову Пользуйте Вакцинейшн Пользуйте маски Должно быть лучше И мы будем И потом сразу Перейдем в тему Гриша Пожалуйста Ну что я могу сказать Значит Сэм За Несколько лет До пандемии Предсказал Что будет Глобальная катастрофа Но он считал Что это будет Некая-то Катастрофа Связанная С ядерным оружием Но видите Получилось Мягкий вариант Ядерной войны Война биологическая Я это именно так Рассматриваю Потому что У нас Элемент Биологической войны Вместе с Информационной войной И так дальше Потому что Я считаю Что Многие Я маленькую Ставку дам Гриша занимается Искусственным интеллектом И он связывает Две Страшные вещи Которые влияют На человеческий мозг Это пандемия Биологическая То есть Вирусы И вирусы Которые идут Из НЕТ Из интернета Я слушаю Ну да Дело в том Что сейчас Модно Сравнивать Эти Явления Говорить О компьютерных Вирусах И вирусах Биологических Я скажу Что была Книжка Известного Вирусолога Лет 30 назад Он написал Что вирусы Бывают Не только У животных И человека Но и у компьютеров Тогда мы очень Сильно смеялись Над этой фразой Потому что В компьютерах Он совершенно Не разбирался Вот Но оказалось Что Механизм Распространения Тех или иных Вирусов Похожи Но в компьютерах Мы часто Сталкиваемся С пандемиями Когда та или иная Ошибка кода Распространяется На весь мир Но сейчас Получается Нашли ошибку Не подключаешься Не Ну это неправильно Вот давай Подключай Сейчас мы нашли Вот вам и пожалуйста Он очень солидный человек Вы увидите Нормальный и солидный Дело в том что Дело в том что Сейчас мы Видим признаки Которые похожи На компьютерную Эпидемию Но мы не знаем Как Ее Предотвратить Потому что люди Пока еще не компьютеры А пока еще не компьютеры У них есть социальные Некие обязанности Некие сопротивления Например В России Очень мало Прививок Потому что Этим люди Выражают протест Они не верят Правительству И они мало Вакцинируются Они считают Что это Какая-то Неприятность Такая вот история Передаю слово Сэму Я передаю слово Алексу Мы сейчас Опустимся Так сказать На наш Личный уровень Сколько хотите Столько расскажите Конкретно Как вы сами Пережили это Болели ли вы Сейчас Одну секунду Алло Подождите Одну секунду Ну что ж такое Еще раз вопрос Давайте мы сейчас Каждый из нас Первый Алекс Савченко Второй Гриша И третий Я Расскажу Как мы сами Переболели Или не переболели И что вокруг нас Мы видим Пожалуйста Да Ну значит Я привит И всем Рекомендую Со страшной силой Пользоваться Прививками Это полная Прививка Пфайзера Пожалуй Самое главное Что После прививки У меня там Были какие-то Недомогания Которые Я чувствовал себя Не очень хорошо Анализы Показывают Что Я не болел Ковидом Более того Что Многие люди Не понимают И На что я хотел Завострить внимание Значит Иммунизация Прививка Это Не вас Полностью Обезопасили От вируса Это вам Указали Вот Этот вирус Будет опасным А дальше Ты сам борись Как может Твой организм Насколько они Способны И так далее По этому поводу Получается Это реакция Вашей Иммунной системы С помощью Прививки На то Что происходит И Пожалуй Главное Что сейчас Нужно сказать Как только Калифорния Достигнет 70% Прививок Просто вирус Перестанет Распространяться Дельта И дельта плюс Варианты Похоже Покрываются Файзером То есть Есть Но этого еще Никто не знает Это не доказано Никто Да Это Предварительные данные Это правда Никто не знает Но есть Предварительные данные Похожие Что все равно Защита есть А если это так И защита есть То имеет смысл Прививаться А дальше Насколько вы Сами крепенькие Здоровенькие И так далее И как ваша Иммунная система Поможет вам Лично Дальше Бротся Из дельта Вариантом Вируса Хорошо Спасибо Хорошо Спасибо Но у меня Дополнительный вопрос Пару дополнительных Давай Значит Переболела Твоя семья Тоже Или ты один В семье Значит Скорее всего По анализам Ковидом Конкретно Мы не болели Были недомогания Которые Были необычными В ситуации С пандемией Но Это вроде Был не ковид То есть Ответ Насколько я знаю Я в итоге Не болел Ковидом То есть Ты как биолог Не можешь До 100% Быть убежденным Болел ты ковидом Или не ковидом Да Все Алло Да Алло Добрый день Тебе слышно Что мы говорим Да Вот тебе слышно Привет Рад видеть Добрый день Давайте Быстренько Познакомились Быстренько Познакомились И я задам Еще вопрос Саша Я Саша Саша Моисеев Саша Саша Моисеев Вот Саша Савченко Вот Гриша Миргородский Вот Александр Моисеев Быстренько Значит Александр Савченко Биолог Гриша Айтишник Саша Моисеев Доктор Ремонитолог Примерно Сорок лет Эксперинс Да Поэтому он решил Закурить трубку Я всегда курю Когда не разговариваю Говорят Что к курящим Вирус Пристает Хуже Я такое Тоже слышал Но не могу понять В связи с чем Это говорят Но только с тем Наверное Что закрываются Рецепторы И кровеносные соды Когда вы вдыхаете Табак Организм Продолжает реагировать И говорит Не ну что Я это буду пускать Свой организм Будем говорить все на ты сразу Потому что Или мы все должны на вы Или все на ты Дополнительный вопрос Алексу Савченко Давай Люди вокруг Вас Тебя и жены Вы работаете в лаборатории У вас лаборатория Работают люди Они кто-то переболели Ковидом Значит В том месте Где я работаю Все удивительно Уделяют внимание Тому Кто болен Кто не болен И так далее То есть Здоровенный Стемсел консоршиум Очень много людей Мы знаем Поименно Тех Кто в итоге Получил подтверждение Что они болели Ковидом То есть Было по-моему Четыре случая На весь консоршиум Эти люди Сразу изолировались То есть Из какого количества людей Процент Приблизительно Четыреста человек То есть Один процент Да То есть У вас переболел Один процент Ну все умные люди Что ты хочешь Да Но я понимаю То есть Это ты говоришь Все люди Которые занимаются Биологией Да Все люди Которые занимаются Стемсел Ресеч Конкретно В UCSD Которые Очень продвинутые То есть Я антипрививочный А я знаю Это кто в Калифорнии Или это люди Аута в Калифорнии Это все в Калифорнии В Сан-Диего В консоршиуме По Стемсел Ресеч То есть Это ваш хаб Будем так говорить Ваш хаб Да И я не знаю Ни одного антипрививочника Там Я знаю в Калифорнии Много антипрививочников Но Среди UCSD Среди умных Не бывает Поэтому Окей Все Спасибо Для того Чтобы Саша Моисеев Подключился Он уже должен Включиться В наш разговор Он не слышал Поэтому сейчас Будет говорить Гриша Когда он Первый раз Заболел Когда мы с Гришей Первый раз Говорили о ковиде И как Гриша Мне показал Этот ковид И мы с Гришей Сразу поняли Что что-то не то Когда это произошло Да На самом деле У меня Был Отборочный Чемпионат России По скейтборду Значит Одну секунду Гриша Я напомню На месяц раньше Ты был в городе Петербурге Я про это и говорю В Петербурге У нас был В городе Санкт-Петербург Был Отборочный Значит Турнир По скейтборду Когда это было В каком месте В таком году В начале В начале Сентября 19-го года И со мной В гостинице Значит Жили Она называется Белое дерево Там очень много Китайцев Значит Я гостиницу Выбрал около Спота Где мы катались На скейтборде Чтобы было удобно И там оказалось Огромное количество Китайцев Они ходили Постоянно Они приехали На какую-то конференцию Да Да Они кашляли Чихали Это были И туристы И у них конференция Была Они чихали Гриша включил Айфон Отстрелив Отстрелив Смартфон И он шел по коридору И я смотрел Как десятки китайцев В масках Кашляющих И я Грише говорю Эй Тут что-то не то Да Ну да Именно так После этих соревнований Я поехал На Балиарские острова Значит Там у нас были Чемпионаты Европы По скейтборду Я за неделю приехал И три дня Я в лежку лежал У меня была температура 38 И кашель был И я значит Принимал Потом Через три дня Температура прошла Балиары Я откатался Неплохо Значит В двадцатку Там попал И после этого Значит я приехал В Москву И у меня Ничего не было Кроме кашля Я кашлял В течение Двух месяцев Значит Октябрь Я кашлял Мне говорили У тебя просто Обострение Астмы И прописывали Баллоны С содержимым С гормональными И температуры Не было Я просто принимал Эти баллоны У меня это прошло Через два месяца Это было Прошло у меня В ноябре Значит Девятнадцатого года Такая вот история Да А подожди Ты должен закончить Эту историю Потом заболела Твоя жена Это я тебе так Напоминаю А потом заболел Твой папа И он умер Это факт Папа умер Потому что Ему было Во-первых Соболезнование Ему было Восемьдесят три года В это же самое время В это же самое время Умер мой тесть В конце октября Девятнадцатого года Умер мой тесть Который болел Десять лет Онкологией А вот этот Ковид Его добил Потому что он лег в госпиталь И там на обследование И он там умер Он двенадцать дней Он мучился на трубе Но тогда не сказали Что это ковид Потому что Никто об этом не говорил Моего папу Первый раз откачали Он значит После первых Двух недель В больнице Он еще Месяц дома пожил Потом у него Начались скачки давления То вверх То вниз И соответственно Второй раз Он уже не смог И он В самом начале Дветысячи Двадцатого года Не дожив Немного До восьми Четырех лет Он к сожалению Нас покинул И написали У него написали В свидетельстве о смерти Значит Диагноз был Пневмония Неуточненной формы Наверное Тоже моему тесту Написали То же самое Да Пневмония Неуточненной формы Но у него была Онкология Иммунная система Он был особенно Так сказать Восприимчив к этому Дело в том Что второй раз Лимфома у него была Моего папу Второй раз Положили в очень Крутую клинику Мне не дали Его личное дело Там было Четыре таких Толстых тома Сказали что это Очень сложно Только по согласованию Главврачом Мы можем дать вам Эти тома Это маразм Я первый раз Такую Мой текст лежал В самом крутом Госпитале Пенсильвании Поверьте Алекс Проблема была в том Что там все Врачи были С военной выправки Это были просто Военные в халатах Понимаете Полковники И что удивительно В этой палате Лежали люди С аналогичным диагнозом Там не давали Никакой еды Там была Биологическая защита Ну как ты думаешь Они уже знали тогда Или они еще Так в тумане были Я считаю Что они Они Понимали Что столкнулись С биологической угрозой И смотрели Как ее ликвидировать И потому что Было очень серьезно Я посмотрел Когда заходил Во-первых Там был очень строгий режим Во-вторых Не разрешали Никакой еды Ни воды Там строго донсировалось И он без визы Был опутан Этими приборами Я в жизни Не видел Такого количества Современнейших приборов Каждый Его Тих Соответственно Я вам скажу Просто что Сосед в палате Был один из главных Конструкторов Космической программы С ним Понимаете Мы с сыном Его отец занимался Тоже ракетами И космосом Да То есть Вот здесь Такая проблема То есть Видно было Что в конце 19-го года Мы уже столкнулись С пониманиями Что у нас проблемы Но об этом Никто не говорил Все Остановились здесь Остановились Пожалуйста Саша Моисеев В двух словах Расскажи свой опыт работы Буквально 30 секунд И переходи Про то Как вы с женой Переболели И что вы видели Вокруг И вот так Давай Можно я начну Со второго Ну не мы с женой А жена Переболела В общем Когда она заболела Нам уже было понятно О чем идет речь Поэтому Это было недавно Несколько месяцев назад Я все две недели Которые Еще одну секунду Значит Саша живет в Киеве Еще раз Да Я все две недели Понятное дело Никакой изоляции дома Друг от друга Не было Масочного режима Понятно Тоже не было Но я не чихнул Я не заразился Что касается Когда я впервые Об этом узнал Что касается вопроса Когда я впервые Об этом узнал Это Ну это как и все Конец 19-го года Осень 19-го года Ну Вначале Я отнесся к этому Без ложного Внимания Потому что Откуда ты это узнал Осенью 19-го года Никто об этом не говорил Только на уровне Говорили Китай Уже началась эпидемия Подойди Ты Скажи Что ты Общаешься с людьми Которые близки К каким-то Высоким кругам Не говори конкретно Не только Ты их слыхал Или откуда ты слыхал Нет Я сначала узнал из интернета И там пошли разговоры о том Что в Китае Погибают На улицах люди И там В общем начались Вот эти вот разговоры Ну это был разговор в декабре Отнесся я к этому Без должного внимания До поры До времени Наверное Серьезные выводы Я сделал Тогда Когда начались Приклика А ты доктор А ты доктор Который Вытаскивал Больше 30 лет Людей из того света Реоманитолог Да Понятно При всем своем опыте Не обратил на это внимание Я не достаю тебя Я создаю атмосферу Я обратил внимание Но я не дал должной оценки Вот так бы Я сказал То есть информации было Очень мало Когда начались проблемы Когда там серьезный мор Начался Вот тогда я начал Об этом думать Единственное что Когда я узнал о том Что там не проводятся Скрытия умерших Вот тут я уже насторожился И потом Когда пошли Вот эти разговоры О лечении В том числе Антималерийными препаратами Еще всякой другой Ну и вообще Ну я был сильно удивлен Вначале думал Ну может Мне грамоты не хватает Может быть Эти препараты Каким-то образом Клетку открывают Все-таки Антималерийные препараты Борются с внутриклеточным паразитом Ну Думал Передумал Не нашел я Никакого Связи Антималерийных препаратов Применения Антималерийных препаратов В отношении ковида Дело в том Что когда-то существовал Такой SARS-1 Может быть Кто-то помнит Да И мы получали Рентгеновские снимки Рентгеновские снимки Мы тогда получали И мы видели Что было На рентгеновских снимках Они мало чем Отличались От теперешней ситуации Ну Нашего разговора Там Какой-то непонятной Дыхательной недостаточности Шоковые легкие Об этом И мы для себя Тогда Как-то вырабатывали Каким образом Если у нас Начнется Как с этим бороться Вывод По поводу того Что Еще один момент Раз уже Гриша Рассказал О своей семье В своей семье Тоже произошла Катастрофа Умерло два человека Два врача Да У меня Сваты умерли Но это совсем недавно Это в этом году Было Это Ну в общем Это элититизм Это с низкой квалификацией Связано Я не буду Подожди Они оба были врачи И как говорится Их не смогли спасти Вот о чем речь Они были врачи Ковид-диссиденты Я бы так сказал Поэтому Все действия От первого до последнего шага Были неверны Ни с их стороны Ни с тех Это очень важно Мы же обращаемся сейчас К людям Грамотным Я думаю Что нас будут смотреть В основном Широкие массы Нас не будут смотреть Поэтому Рассчитывайте на то Что нас будут смотреть Грамотные люди И они должны это знать Потому что Среди этих людей Которые нас будут смотреть И слушать Среди них Наверное тоже есть Очень образованные люди Которые серьезно Это не воспринимают До сих пор Ну я хочу сказать На счет того Когда я сделал вывод Что это такое Для себя Я где-то Наверное в апреле Наверное в апреле Может чуть раньше Апрель-март 20-го года Я для себя сделаю Вот что это за пневмония И я не ошибся Я просто впервые Увидел данные Некоторых анализов Допустим Потребление Свертываемости Развитие дыхательных Достаточности Совершенно Не связанных С клиническим Течением Банал И вот тогда И для себя Сделал вывод Что это такое Ну и соответствующим Образом Начал Среди знакомых И своих На эту тему Говорить Потом началась Вот эта смешная История Когда себе Стали покупать Аппараты ИВЛ Ну это просто Ну а Окончательную Оценку Тому что происходит Я вынес И того Когда Увидел Насколько Больше Рассуждает На эту Тему Политиков И насколько Мало Слушает Мнение Докторов Ну вот Для меня Тогда стало Очевидным Что Будут совершены Все те же Ошибки Которые Совершены Были Ну допустим Когда была Испанка Начиная В Крылье Потом еще В других местах Крылье Для меня Не очень понятно Почему Первая вакцина Была сделана В России Непонятно Ничего там Не было Никаких Эпидемий Ничего такого Откуда у них Материалы Для того Чтобы сделать Вакцину Тоже было Непонятно Вообще Много Непонятного Начиная Мы не будем Переходить В политическую Еще чуть Я понял Ты правильно Все говоришь Это мы Следующую программу Сделаем 6 числа Мы приблизим К этому Потому что Мы сейчас Будем закругляться Последние 10 минут Я всех благодарю Последние 10 минут Спасибо Еще один Такой вопрос В Киеве Еще полгода тому назад Никакой нормальной Вакцины Достать нельзя было Насколько я помню Помнишь Я тебя задавал вопрос Да Так и было И последний вопрос Вы уже с женой Укололись Чем укололись Если укололись Ну Астрозенека По 2 раза уже Короче говоря Это была первая Доступная вакцина Я нисколько Не сомневался Пошел Да и сделал Понятно Вы сейчас вдвоем Да А Но жена У нее У нее кстати Завтра повторная Будет Она после болезни Вот уже будет Завтра повторная Ревакцинация После болезни Будет Понятно Я вообще Нисколько не сомневался Не но ты сделал Два укола Или нет Да Окей Все Опять возвращаемся Сейчас будет заключительное По 5 минут Плез языков Саша Александр Савченко Который Изучает Именно Работу мозга И Да Серьезными делами Занимается И мы уже говорили о том Что очень много Зависит от мозга Человеческого Как человеческий мозг Воспринимает Все то Что происходит Сейчас в мире Видите С одной стороны Видите вот это А с другой стороны Видите вот это И мы сейчас стоим На грани Вот этого К сожалению К сожалению От этого К вот этому Я не шучу Я это чувствую Я ничего не могу сделать Я как мессинг Ничего не могу Я это чувствую Мне очень плохо Мне очень плохо Куда мы идем Алекс Савченко Значит Во-первых Я хотел бы Повлагодарить Сашу Моисееву За Очень понятный И Эмоциональный В общем Рассказ Действительно Я прекрасно понимаю Ситуацию И Гришу тоже Надо благодарить Гриша Человек Компьютерный Поэтому он Ведет себя И интерпретирует Ситуацию Чуть по-другому Да К сожалению Это Антималярийные Штучки Это все От Дональда Трампа От Лукавого То есть Это понятно Потому что Дональд Трамп Хотел продавать Это дело Людям И в общем К сожалению Никакой Медицинской Вообще Ни показаний Ни противопоказаний Ничего Поэтому Саша Мои комплименты Что вы на это дело Не купились В этой Дикой Америке Покупались люди Вполне разумные люди У нас тоже У нас точно Так Покупали Тут гонялись За всеми Эти антималярийными Абсолютно Удивительный бред И в общем Заранее понятно Что приятно Файзер Резко Создал Вот эту вакцину И Этот принцип Да Против Спайк-белка И они В общем Воспользовались Ситуацией Что Разработка Длилась Если я правильно знаю 11 лет Никому Эта вакцина Была не нужна То есть Все считали Что традиционный Способ Разработки вакцины Против мертвого вируса Достаточно надежен Не надо нам Никаких новшеств Когда оказалось Что нужно быстро Сделать вакцину И Против Сарс Резко Вспомнили Эту семейную пару Которая разработала Новый подход И получилось Что действительно Можно делать Через РНК И нету Мертвого вируса То есть Никаких шансов Заболеть От вакцины То есть Никакого вреда Кроме пользы Не присутствует Наверное Ответ Такой Мы очень мало Знаем о ситуации Особенно о новых Вариантах Дельта вируса И так далее Спайк блок Похоже Делится По Секвензу С дельта Дельта Дельтой Плассом И то Дельта 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 Но похоже Похоже Что дельта 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 Пласс Они не более Смертельны Не более Смертельны Они более Заразны Но не более Смертельны Вот Все Спасибо Спасибо Гриша Да Во-первых Я хочу Что ты Прячешься Ты там Куда-то Кремль звонил Я хочу Поблагодарить Гриша Ты предупреждай Да Я же хочу знать Да Хочу Поблагодарить Сэма За то Что он нас Собрал Я скажу Что Поведение Вируса Совершенно Непредсказуемо Потому что Кроме Одну секундочку Одну секундочку Еще раз Представлю Для вас Двоих Гриша Долгое время Работал В ядерной Промышленности Да И Гриша Занимается В общем-то Серьезным делом Он защищает Ядерные объекты От нападения Хакеров А также Он знает Как промыть Мозги Это я так Предупреждаю Слушай Так вот Проблема в том Что Значит Вирус Взаимодействует С сложной Средой Вот Сейчас Люди Вакцинируются Или применяют Какие-то Защитные средства И он обладает Очень высокой Изменчивостью Он изменяется Возможно В этом Виноваты Знаменитые Военные Врачи Из Индии Из Пакистана Из Китая Мы не знаем Но мы знаем Что У нас Гриша Они не такие Знаменитые Я тебе скажу Они не такие Знаменитые Да Это у нас Сарказм Такой Бывает При обсуждениях В конференциях Возможно Значит Они приложили Руку Но вирус Меняется Это факт У нас Сейчас Получено Больше 136 Основных Видов Этого Вируса В лаборатории В Москве И эти Виды Вируса Он не шутит Он держит Руку Я знаю Что Количество Секвентирования В других странах Примерно В тысячу Раз Превышает У них Мощности Больше Чем Количество Секвентирования Значит Вируса В России Но тем не менее У нас есть 136 Основных Образцов И Когда у нас Возникает Новый случай Новое течение Происходит Исследование Вируса Мы не знаем Что это такое И не знаем Как он взаимодействует Слишком много Векторов Атаки Слишком сложная Система И Когда мы Вакцинируемся Чем-то Мы изменяем Собственно Ход Течения Болезни У кого-то Это легко Проходит Кого-то Незаметно Но есть люди Которые Болеют От Русской Вакцины Спутник Ви Тяжелее Три дня С температурой 40 Они болеют Тяжелее Чем От самого Вируса И Кроме того Есть еще Мнение Что если Ревакцинироваться Каждые Полгода Колоть Вакцину То через Несколько лет Организм Может Заработать Себе Автоиммунное Заболевание Например Волчан Понимаете Есть такое Мнение Что часто Это делать Нельзя Вот Но есть еще Один момент Дело в том Что вирус Это прекрасный способ управления Одну секунду Одну секунду Вот сейчас давай Перейдем на твою специальность Он Очень Вирусы Да Как ваши вирусы Ваши Компьютерные вирусы Ты можешь Сравни Этот вирус С вашими компьютерами Я слушаю Компьютерные вирусы Это прежде всего Торговля страхом Людей пугают Купите антивирусы Делают на этом Огромные деньги Корпорации Похожи Да Совершенно верно Купите защитную систему Антивирус Антивирус Тем временем Собирает все данные От компьютеров И отправляет куда надо И там анализируют И это делают То же самое С нашим вирусом Конечно Чипирование Чипирование происходит Биологический Биологический вирус Куар-коды Помните Что нас могут Послушать люди И не настолько Образованные Как вы Поэтому они Могут двояко Но мы им не можем Приставить свою голову Правильно Да Дело в том Что Куар-коды Сведения о перемещениях Это такой же колпак То есть О вас становится известно Что вы ели С кем контактировали Кому Ходили в гости Даже если вы Не хотите Давать текстоведений Кругом камеры Собирают А больше всего Через госпитали Через госпитали Очень много Если люди Пройдут через госпитали Уже о них Будут все знать Ну вот один друг Когда они какают Когда они писают Уважаемый Сэм Вся Москва Вот только на камерами Один мой друг Вынес мусорное ведро Находясь на карантине И когда Возвращался домой Ему пришел Страф В 80 долларов Потому что Его камера сняла Которая в коридоре стояла Понимаете И Автоматически Было отслежено Что он ведро Вынес за пределы квартиры Нарушение карантина Это я пример Просто рассказал И я уверен Что Эта ситуация Будет использована Для того Чтобы ужесточить Контроль Потому что Люди Которые свободные Люди Которые демократичны Их тяжело Обманывать Их тяжело Принуждать Делать Какие-то Непопулярные вещи И поэтому Это прекрасный Способ контроля Я считаю Окей Из того Что я понял От Алекса Савченко И от Гриши Миргородского Я понял Что мы Идем под Колпак А что Понял Александр Моисеев Ну я Понял А как ты Представляешь Это сам Я сначала Отвечу Как я к этому Отношусь Когда говорят О том Что появилась Дельта И так далее Ну в качестве Шутки Коль и Шилт У меня индийский И я надеюсь Что он Что они его Таким образом Продвигают Но я смеюсь Теперь что касается Того Насколько Подвержены Заболеванию Привившиеся Я думаю Тут все зависит От степени Напряженности Иммунитета И этот вопрос Насколько я понимаю Пока что Не очень хорошо Изученный Поэтому тут Возможно Всякие варианты Теперь что касается Колпака Ну послушайте Если уже Камерами Истыканы Целые города То так или иначе Под колпак Попадаем Если говорить О том Что Куарк Ну будет Куарк Я как-то так Не очень Понимаю Каким образом Можно защититься От всеобщего контроля Хотя вполне возможно Что элементы контроля Вот За счет Распространения За счет Вот этой пандемии Не за счет В результате Этой пандемии Усилятся элементы контроля Я с этим согласен Большое спасибо До тех пор Пока по наводке Вашего микрочипа За вами не проплывет Ядерная подводная лодка Можно жить спокойно Вот это точно В конце надо перейти на шутки В конце надо перейти на шутки Следующая программа у нас будет 6 числа Если вы не против Такое же время 6 числа Москва Киев Будет 10 часов вечера Хотите 11 Сделаем 11 Или 10 Или 11 В Калифорнии будет 12 часов дня В Пенсильвании будет 3 часа дня И мы на следующую программу подготовим по анекдоту Я знаю что вы и сейчас можете рассказать Но сейчас все знали Зачем подготовить Да тут собственно говоря Чем больше экспромта Тем лучше Отлично И перешли на заключительную часть Анекдоты Кто первый? Давайте я расскажу анекдот простой Давай Значит История про атомную подводную лодку Раньше делали атомные подводные лодки Выяснилось что Это очень дорогое удовольствие Вот И сказали Придумайте что-нибудь Чтобы эффект был не меньше А дешево было Это дело содержать Ну подумали Подумали И в конце концов Придумали Армию ботов Или армию хакеров Которую содержать очень легко А эффект гораздо больше Отлично Отлично Очень хорошо Скажу Моисеев Пожалуйста Я знаю что ты знаешь Миллион анекдотов Я расскажу тот Который я тебе вчера рассказывал Пациентам внушают Рассказывают А сейчас все грамотные Сейчас все стали Разбираться в искусственной вентиляции Легких Сатурации Ну в общем Это какой-то кошмар Ну на эту тему анекдот Приходит доктору Пациент И говорит Доктор не могу Селедки так хочу Я же вам тысячу раз говорю Что вам селедка Для вас это яд Это острая Соленая Пряная Перченая Для вас это ну яд И все Никому Доктор не могу По ночам сниться Если не съем Кусочек селедки Я наверное сдохну Раз такое делаем Съешьте ваш кусочек селедки Ну доктор Бросьте Я вчера целую съел И ничего Хорошо Хорошо То есть Спутник Ну какая-то вакцина Если русские Даже новичком Никого отравить Не могут нормально Класс А я думал 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 Пока вы рассказывали И придумал Просто я вспомнил Этот анекдот 1976 года В 1976 году Мне один майор КГБ Это рассказал Потому что я жил С женщиной И она была Тоже офицер И я даже не знал Что он майор Потом узнал Вот он рассказал Такой анекдот Что В Америке Говорит В этом году Говорит Двухсотлетие Двухсотлетие Вот как сегодня У нас Двести сорок пять лет А в 1976 году Было Двухсотлетие Подписание Независимости Америки ЮНЕСКО Ученые Буквально за три дня До четвертого июля Вычислили Что на Землю Летит громадный Метеорит И уже ничего сделать нельзя Вот пропустили И все И сделать ничего нельзя И через три дня Он падает В Тихий океан Тихий океан Выходит из берегов И происходит Мировой потоп Как это уже было На Земле Вот И конечно же Первый узнает Президент США И конечно же Тут же Как говорится Очень все честно И сразу он взял И людям Сказал Что Ну ты понимаешь Это я так Издеваюсь Потому что Тут тоже так Не сразу все говорят Вот И вот он сразу Вышел И говорит Американский народ Вот сколько мы Фактически существуем 200 лет Да Чем мы занимались Все эти 200 лет Накоплением долларов 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 Работали Работали больше всех в мире В аркоголике 7 дней в неделю Я объездил 30 стран Больше чем в Америке В аркоголиках Нигде нет Вот То есть сюда люди Из других стран Приезжают И они работают Просто Намного больше Чем они работали В своих странах Вот Потому что все Хотят заработать И вот говорит Мы все имеем Какие-то накопления Большинство из нас И вот у вас Есть 3 дня Чтобы потратить Все это В свое удовольствие И вся Америка Ударилась Тратить деньги Второй выступил Президент Франции И говорит Наша страна Вот известна Всему миру Что мы Умеем отдыхать Все И вот у нас Осталось 3 дня Французы Надо отдохнуть Как в последний раз И все французы Ударились Бляство Как положено Вино Бляство Все Говорит Покажем всему миру На что мы Способны Потом выступает Леонид Ильин Прежнев И говорит Посмотрите Говорит Вот Будет 60-летие Советской власти В следующем году А у нас Очередная Пятилетка Неужели Мы за эти 3 дня Не закончим Эту очередную Пятилетку И все Значит С лопатами И вилами Значит С водкой Все пошли Заканчивать Пятилетку И потом Выступил Равин Главный Равин Израиля И говорит Ой Мы это уже Все слышали Это уже У нас Все было У нас Вот есть Тора Там все Написано И видите Был потоп А мы же Как-то выжили Слушайте Евреи Давайте за 3 дня Придумаем Как жить Под водой Я так понимаю Что вы все Слышали этот анекдот Потому что я вам Рассказывал его уже Поэтому нет Такого сильного Эффекта Но я надеюсь Что люди Другие Ну все слышали Конечно Ну слушай Анекдоты уже 40 лет 50 Хорошо На сегодня Закончили Было очень хорошо И пожалуйста Приготовьтесь На 6 число Спасибо Всего доброго Спасибо Очень приятно Было познакомиться Всем приятно С праздником Ну что ж друзья Если вам было интересно Послушать нашу дискуссию Хочу увидеть ваши отзывы Следующая конференция 6 июля А сейчас пока Субтитры сделал DimaTorzok